В этом здании будет сосредоточена вся информационная деятельность Туркестанской области. В новом медиа-центре Туркестан Медиа будут проводиться брифинги, службы региональной коммуникации и различные мероприятия для СМИ. Зал вмещает 70 человек, здесь уже установлены компьютеры для работы. Международный центр Туркестан Медиа будет оказывать бесплатные услуги журналистам, которые приехали в Туркестан, также с обкором республиканских СМИ и иностранным журналистам. Речь идет о содействии в освещении информации. Для этого здесь созданы все условия. Новая площадка для СМИ уже объединила пять стран. На открытии международного медиа-центра Туркестан Медиа приехали руководители ведущих информационных агентств Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Подписание меморандума об обмене информации между этими странами и Туркестанской областью станет историческим моментом, считают эксперты. Благодаря меморандуму новости о стране и Туркестанской области будут распространяться в СМИ тюркоязычных стран. Вместе с тем, эксперты считают, что сотрудничество в медиасфере необходимо выводить на новый уровень. Я считаю, что создание медиа-центра укрепит связь между журналистами. Следует отметить, что сейчас сотрудничество не на таком высоком уровне, как хотелось бы. К примеру, что касается стран, с которыми собираемся тесно сотрудничать, мы знаем только глав государств, но внутренними вопросами не владеем. Не знаем, чем живет народ, какие вопросы их волнуют. Встреча журналистов продолжилась на международном форуме. Сюда помимо иностранных и местных СМИ съехались руководители республиканских изданий, информагентств, ученые и студенты. Цель – превратить Туркестан в духовный центр тюркского мира и город, куда будут съезжаться туристы со всех уголков. А для этого нужна пропаганда на международном уровне. То, что сегодня произошло, это будет в эфирах, на сайтах, на печатных изданиях как минимум трех-четырех стран. Это уже немало. Люди уже об этом узнают. Это, во-первых. Во-вторых, социальные сети. Они сейчас очень сильно развиты. Не только у нас, но и, конечно, везде, в вышеназванных государствах. Коллеги из Татарстана, они уже сидят, печатают в социальных сетях, уже что-то там закидывают. Я вот сижу, смотрю, что они там делают. Молодцы. Это же уже контакт. На встрече прозвучали и предложения по усовершенствованию сотрудничества стран. Эксперты полагают, что для создания качественного контента нужны новшества. Нам нужно научиться понимать друг друга. Это облегчит работу. Я предлагаю создать словарь тюркоязычной журналистики, словарь терминов, различные пособия по подаче единого формата информации. Участники форума считают, что встреча даст новый импульс развитию журналистики и творческим поискам. Более того, создание свободной диалоговой площадки позволит повысить прозрачность информационного пространства.